с экономическим наездом на Российскую Федерацию, друзья незалежно явно перестарались. Более того, обещание Брюсселя отказаться от русского черного золота к концу года как минимум нереалистичное. Для Киева отчет ЭИА – это чистой воды зрада. Сколько бы ни аплодировали Зеленскому европейцы, немцы с французами из-за незалежной мерзнуть не будут. Данное отступление важно для целей понимания энергетического крестового похода против России. Европейцы надеются на США. Типа американцы зуб дали, что старый свет без нефти и газа не останется зимой. Между тем, даже в мае, когда до холодного сезона еще далеко, вслед за полупустыми, не везде, полками американских супермаркетов, сухими стали АЗС не где-то в незалежной, а в самой Америке. По информации портала Oil Price, одного из самых читаемых за океаном издания об энергетике, в районе трех городов – Кеневик, Паско и Ричленд – жители пытаются найти заправочную станцию, на которой не кончился бензин. Топлива нет нигде, несмотря на рост цены. А вот, к примеру, операторы АЗС в Оберне перепрограммировали дисплеи под двузначные цены. Похоже, здесь ждут по 10 долларов за галлон и выше. Для обычного американца это кажется невероятным и даже апокалиптическим сценарием. Впрочем, эксперты в США говорят, то ли еще будет. Согласно официальным данным 19 мая, средняя цена по стране за галлон обычного бензина достигла еще одного рекорда – 4,6 доллара. Портал уведомляет, что средняя цена за галлон в Калифорнии превысила 6 долларов и уверенно движется к европейским максимумам. Что касается ЕС, то в Евросоюзе с ценниками на АЗС творится что-то страшное. На заправке в Англии бензин отпускают по 7,70 за галлон, в ФРГ – 8,25, в Дании и Финляндии – более 9 долларов. Причем и здесь, в Старом Свете, ждут более худшего. Это означает, что плата за санкции против России становится неподъемным для большинства стран Запада. Казалось бы, какие проблемы? Дескать, американцы – народ предприимчивый, значит, нарастят добычу сланца и в обозримом будущем обеспечат всех относительно дешевыми энергоресурсами. Однако не все так просто. По мнению ряда американских экспертов, все разговоры об увеличении добычи сырья методом гидроразрыва являют собой чистый блеф Белого дома, тогда как сама Демпартия, еще при Обаме, продавила целый ряд международных инициатив по снижению парниковых выбросов. Нравится это за команде или нет, но Запад достаточно быстро восстановит необходимые энергетические связи с Москвой. Да и для нас нынешний скачок мировых цен и экономический кризис в США и ЕС из-за санкций тоже должен стать уроком. Оказывается, зависимость Америк и Европ от Российской Федерации просто огромная, и все разговоры о якобы стране-бензоколонке преследовали лишь одну цель – по дешевке скупить те ресурсы, которые в реальности стоят в разы дороже.